В минувшие выходные в Рязани прошел ставший уже традиционным девятый велопробег. Около ста велосипедистов дружно проехали от стадиона ЦСКА до Солочи. За процессом наблюдал и наш корреспондент Максим Ларин. Им не страшна даже изнуревающая жара. Температура воздуха плюс 25, и это в 10 утра, а они в седле. Участники их около ста человек заняты последними приготовлениями. Нет, резины питька, универсальный. Велопробег проводится девятый раз в одни и те же сроки. В этом году из-за большого количества мероприятий пришлось немножко сместиться на неделю. Посвящен областному дню здоровья. Константин – велолюбитель со стажем. С трех лет занимается велосипедным спортом. Сейчас ему 47. Впрочем, это не предел. Для Николая Федотова велосипед – единственно приемлемый транспорт и летом, и зимой. Он обожает кататься по дорогам Рязанской области. Говорит, природа замечательная. Впрочем, за глаза в шутку коллеги-велосипедисты называют его ездоком-международником. Недавняя поездка в Италию дала Николаю понять. Великий миф, что за рубежом все куда лучше, нежели в России. Проблем с инфраструктурой довольно и там. Население у нас, оно очень к этому относится плохо. То есть автомобилисты не пропускают велосипед. А так вообще, ну вот, например, в Италии, в Северной, где я был, там особых отличий нет. Вот есть немного велодорожек, по ним ездят, в общем, с детьми в основном люди. А так велосипедисты вот на шоссеных велосипедах ездят по дорогам. Увидеть среди любителей велосипедистов мастера спорта международного класса дорогого стоит. Юрий Ильин объездил на соревнованиях Россию, Украину и страны-побратимые. Лишь в прошлом году ему удалось в рамках очередного заезда взять 24 награды из 24 возможных. Для Юрия все началось в детстве. Он воспитанник знаменитой велошколы в Самаре. Мама у нас болела, у нее тяжелая болезнь была. Она отдавалась в Самаре в детдом. Детдом был противотрубкулезный, потому что у меня и у сестры на 5 лет моложе нашли какие-то очищки. Вот я 50 лет в велоспорте, очищки эти прошли. Я до сих пор и призер международных соревнований. Их старт традиционно с территории ЦСКА, затем по улице Есенина и далее до Солодчи. 23 километра в едином спортивном порыве. Такие акции, как напоминание, активный образ жизни, залог здоровья и долголетия. Зной не отпугнул на этот раз даже детей. Вместе с родителями они в седле. А значит, надежда на здоровое подрастающее поколение. Есть. Максим Ларин, Сергей Громотеев, Вести, Рязань.